Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А за счет саппортов это все еще более эффективно Сейчас мы видим вообще Только одного крипаса Мелшики добить И тот ценой Брэйсфайера Так что ДК, конечно, из серии героев Который, может быть, не слишком составит конкуренцию в миде Хотя бывает тогда, когда он это и делает Но свое выформить он всегда там может Олег, как, не знаю Такие герои, как Магнус, Драгон Найт в миде Я вот, честно говоря, знаешь Даже не могу назвать такую ситуацию Когда вот действительно Пик Драгон Найта Вот прям откровенно оправдан Так что у нас? Поэтому можем говорить несколько позже, опять же. Пока еще можно делать выбор. Посмотрим, как он себя проявит здесь, да. Потому что, ну, для чего пикается SF-мид? SF-мид это хороший прокаст, хороший демэдж, плюс очень быстро фарминг. Для чего пикается Лина Квопа? Очень сильный герой. Да, Виндрейнджер тоже очень сильный герой на миде в лейте, очень сильный герой. Из таких откровенных плюсов Драгон Найта можно выделить только то, что, ну, его тяжело прогнать с линии, да, каким-то там неприспособленным для этого героем. И он очень хорош в пуши, но вот достаточно ли этого, достаточно ли этих качеств будет Драгон Найт именно в этой игре? Будем посмотреть, как говорится, потому что я нахожу это весьма таким сомнительным. Сейчас Шики в миде, опять-таки, очень сильно харасит, пауэршот мимо, но приходится Драгон Найта очень не сладко. У него 4 крипа, Виндрейнджер 14. А вообще, чем Баунти Хантер занимается, я не понимаю, что он делает. На боте, там гоняет Ку-Ку. О, по-моему, Ку-Ку не сильно напрягается. У него 11 крипов, да, он тут еще и сейчас Вард прокачает свой, и плюс у него Виверна есть, которая Колден Брейс качает и засейвит его, если что. Поэтому тут Баунти Хантер пока что импакта немного сделал на боте. С другой стороны, как в миде харасить ВР-ку. Да можно, наверное, как-то похарасить. Что у нас делает Найт Сталкер? Найт Сталкер ждет возможного пула. Ну, они, кстати говоря, фактически убивают сейчас и делают Ферсблат. Правда, килл последствий достается Ку-Ку. Но свое, в принципе, то, что они планировали, и они должны были представлять о последствиях, что, возможно, их заберет Джиггернаут. Все было оправдано. Они забирают и делают фраг. Ну да, тут размен такой получился очень такой острый, очень тонкий момент. На самом деле, Ферсблат мог сделать как Ку-Ку, так и, кто у нас Найт Сталкер играет, как и ХЗ, но получилось так, что чуть больше дэмэджа нанесли именно Сидеки, и размен по фрагам был немножечко неблагоприятный для команды Минески, потому что они все-таки отдали Ферсблат. Но, опять-таки, это такой момент не сильно опасный, не сильно исказит он игру команды Минески. И на линии Джиггернаут продолжает фармить, то есть даже несмотря на то, что там Ферсблат себе сделали, у них там наверняка какие-нибудь тапки сейчас появятся дополнительные, но Джиггернаут это не сильно мешает. Вот он уже с фейзами, вот он уже с базилкой, у него и мана регенится, и Блэйдфури выкачивается. Он плюсик проскачал, да, он решил вард не качать, решил качать плюсик, и не ничко. Ну, это, в общем-то, его право. Дальше, третье Блэйдфури, все по стандарту. Найт Сталкер второго левела. Кажется, у него уровень не настолько высокий, блочит спаун с интри вардов, но сюда подходит Райор и будет стараться хоть каких-то крипов здесь добить, чтобы XP получил больше. Герокоптер и Оперейшн. Вот Оперейшн, кстати говоря, на линии, хоть героем является очень сильным, на боте, кстати говоря, сейчас будут, видимо, пытаться убить ХЗ, да, ХЗ, погибает. Тут факт, кстати говоря, стоит отметить, что именно постоянно после того, как он юзает шарды, герой один оказывается в них. Второго просто выталкивает. Теперь, как бы я это заметил в паблике, когда я взял связку в Кен Кускар. Она теперь не работает, фактически. Посмотри, сейчас еще Шики в миде погибнет, скорее всего, да, фокус фаер. Шики в миде с ног до головы облит грязью, потому что у него, мало того, что он за 5 минут тут, он считает, да, это, конечно, нужно сказать спасибо Баланару, но у него 10 крипов за 5 минут, 10, у Верки 38, сейчас будет 35. Рейджинг Потейто просто все добивает в миде. С другой ситуацией, вот мы думали с тобой насчет Шадоу Финда. Шадоу Финду было бы еще тяжелее здесь, но мы также с тобой говорили о том, что, возможно, был бы пик Лины. То есть, когда ты видишь Виндрейнджер на миде, тебе нужно, ну, желательно поставить такого героя. Вообще, когда ты видишь какого-то персонажа на миде, тебе нужно поставить героя, который ему, как минимум, не проиграет. Желательно, чтобы он не проиграл, да? То есть, в таких ситуациях это единственный вариант, это Лина. И вот, знаешь, я сейчас что-то задумался, банили ли там Лину. По-моему, нет, не банили. По-моему, там были стандартные вот эти минус Дум, минус Братру, минус Бруда, темп Ларка, Хускар, бан Эмпер Спирит и бан Антимага. Нет, Лина там точно не была в бане. Вайпер там еще был. Вайпер был в банах или... Да, в банах он был, поэтому... А как вариант, мид тоже такой неплохой достаточно. Да, кстати говоря, он в мид мог бы заехать. Просто, понятно, что бы он потом делал. Тут пытается у нас сейчас забрать Райора, Райор дал хороший краш и отступает. Правда, на хосте Шики он его теоретически должен догонять, Гардер должен его пропустить. Он вот так вот проходит. Станчик, тычечка, бэсфайр, тычечка. Ну ладно, нормально. Забрали. И еще Найт Сталкер явно нарывается, кстати говоря. Начал тут грызть Кун. На Шики все еще в это время был на хосте. И через пару секунд будет уже еще один стан. Драгон Трэйл в пауэршоте. Там тем временем он взбивает Ку, а он задувает и забирает Найт Сталкера. И Райджинг Потейта. Как бы тут тоже недостал. И кулдаун, боже мой. Он под него попадает и... Узнаю команду Минески. Так, пятером, ребята, по сути... Тянулись пятером Сидеки Дмит и смогли еще и Вэрочку забрать. Там умер Опарэйшн от пауэршота, но в целом только что, по-моему, Драгон Найт поднялся хотя бы хоть как-то. Получил он там порядка тысячи золота за те фраги, которые удалось ему сделать, из-за ассиста, которые он получил. Ну, хоть что-то, хоть что-то. Как там у Виндрейнджер дела? По Натворсу Вэрка все равно еще на тысячу впереди. Но глянем, как там потом будут разворачиваться игра. Вообще, вот эта карта должна быть наиболее интересной, мне кажется. Хоть и если мы вспомним, чем закончилась вторая, по идее, интереснее нее, вряд ли что-то будет, да? Но если ее смотреть с самого начала, может показаться, что она не очень такая зрелищная, не очень такая качественная. Но здесь будут очень много драг, здесь на этой карте будет очень много сражений, очень много разменов. Я практически в этом уверен, потому что пики что одной, что другой команды подразумевают раннюю агрессию, ранний пуш, и я надеюсь, что мы вот увидим нечто подобное. По крайней мере, на восьмой минуте еще 4-4. Отличный Шиклшот. Вэрка добивает 1 вышку. Шики плюется Брэсфайром, старается уйти, но убить Шики здесь не получится. С другой стороны подходит Герокоптер, летит кулдаун за кулдаун. Рейджинг Потейто уходит, и Винтер Верна старается подсейвить. Рокет Барашн у нас очень много, но он распределяется в крипов, поэтому Рейджинг выживает здесь. Слардарцев временем убирает аппарейшна на топе. Кончается ночь. Шиклшот привязал агрессиво. Волни слэш, Куку делает фраг, Гард собирает реген и отступает. Есть у него инвиз, но детекшена... А, детекшена нет. А, погоди, амплифай, не, амплифай. Уже не это. Но повешетик от Рейджинг Потейто отправляет Баунти Хантера в таверну. Отличный размен для Миннески. Молодцы, хорошо сыграли. Да, а ведь могло быть... Ну, изначально, думаю, что для них все могло быть лучше. Но, опять же, в целом, если считать итоги всего происходящего, это очень даже неплохо. Здесь очень много денег заработал Рейджинг Потейд. Да, Лейнинг выиграли определенный Миннески. Тут с этим даже глупо спорить, потому что Слардар на топе делал вообще, что хотел. Он там и аппарейшна убивал, и пулы мешал делать, и... где-то выходил, помогал ассистами. На Сейфлейне Джаггернаут нафармил очень много. У него 3.01 сейчас фейзы Аквилы и Драмы сейчас он приобретет. Найт Сталкер. Ну, Найт Сталкер, ладно, это саппорт, там что-то у него есть. Винтер Виверна тоже. Винтер Виверна 6-го левела. Саппорт и команды Седек пока что не 6-го. Ну, вот Гардер должен в ближайшее время 6-й получить, а вот аппарейшну до 6-го левела еще целый уровень где-то надо получить на пулах или на линии, я даже не знаю. Поэтому у Минески вот конкретно на данный момент пик значительно сильнее, и если они вот прямо сейчас пойдут сажаться, они должны чувствовать себя ну, как-то комфортнее. Именно в различных стычках. Вот, но впоследствии тут будет сложно воевать, потому что аппарейшну нельзя недооценивать. В Минеске на миде вышку заденяли, это тоже очень важный момент, потому что чужую они забрали, получили много золота, да, вот в первую очередь вот Рейджинг Потейт у нас будет денежки за Товерок, а на миде Паланар заденал, поэтому команду не так много денег, же капнули за этот Товер, в два раза меньше. Хотят забрать Гардера, но без ДТ это не сделает. Да, ульт Виндер Виверны не жалеет Юлс и Лейт Фури, Гардер умирает. Так и не получив свой 6-й целый уровень. А только тем временем вижу Смоук и вижу, что Драгон Найт дает сейчас Драгонформу, нападение явно на Слардара, Сноубол не докатывается, есть Драгон Тейл, есть Кус сзади, Чилинг Тач, Уэлл Рос Панч, до свидания. Так что разменялись, там забрали, Павлич Кантера здесь забрали Слардара, и дело еще за вышками. Там мы видим, как Агрессив вышку защищает и отпушивает, а здесь какое-то время еще продлится у Драгон Найт его Драгонформа, и он с ней очень может эффективно пропушить линию, но, как мы видим, уже команда Минески явно здесь собирается составить им конкуренцию. Приходит Рейджинг Потейт, а также еще и Найт Сталкер, поэтому там мы видим, как команда Сидек собирается рисковать отступай. На самом деле, Агрессив еще и навалять можно. Вот я хотел об этом сказать, пока ты там рассказывал, что на топе происходит, но вот опасно, что тут телепорта массово, не пожалеет ли Кубомни Слэш, пойти туда дать в Агрессив, но в итоге так, слушай, ТП-аут от Юлза, и он уходит. Лол, сбасил телепорт, ничего не сделали, сейчас Сидеки. А, погоди, хз четвертого левела, но все равно его убивают по трекам, к тому же еще. Берает Баунти Ханкер Стрик, 473 золота, плюс 200 за счет трека, 673 золота. Много! Может сейчас прям Аркан накупить. Но я уж подумал, что Джаггернаут здесь уйдет. Там чуть-чуть не хватило до... Блэйд Фури. Ну, если бы он ушел, все было бы совсем печально, потому что тем временем команда Минески сбирает вышку на топе. Это выглядело бы прям вообще прям унижением по всем фронтам. Хотя бы все вышло несколько иначе. Там Слардар уже вскоре Блингдаггер все получат, что будет очень опасно. Тем временем Гардер выходит в миддл в надежде кого-то найти здесь, но он никого не находит. Немножко он удивлен, но Верк вот мимо пробегает. Вряд ли уже станет для него вкусной целью. Лучше Гернаут покупает себе этот вот поэтому на Агилу. Я уже привык его называть Агильным Тапком из первой Доты, но здесь это все-таки немножечко по-другому выглядит. Ну, делать он будет с Инжин Дьяш. Или Манту, или с Инжин Дьяш. Я пока не знаю. Когда Джаггернауты играют против Баунти Хантера или против Слардара, они обычно Манту приобретают. Но вот станет ли Ку-Ку в такой ситуации делать Манту? Против Слардара бы точно купил. А вот против Баунти Хантера мы посмотрим, станет ли Лили. Забьет в итоге. Найт Сталкер купил себе пояс на силу, то есть ПТ будет делать, не захочет выходить в Мидас. Хотя Мидасик на Слардаре, ой, прошу прощения, Мидасик на Найт Сталкер это действительно очень неплохой айтем, потому что, ну а что, у него все есть. Есть Тапок, есть какой-никакой левел, урна имеется, остальное там он доберет. Если купит Мидас, так еще и быстрее доберет. И плюс к тому же какие-то дополнительные айтемы появятся у него. Слардар должен в ближайшее время Блинк Даггер приобрести у Винд Рейнджер, а Ганим появится. И вот здесь уже начнет себя реализовывать комбинация Винд Рейнджер плюс Слардар. И за Амплифай Дэмэдж можно будет убить абсолютно любого героя команды Средд, если только кто-то там не подсейвит. Какой-нибудь Ускар с шаром не подойдет. Или застанет кто-то ВР-ку. Ну, в общем, недооценивать ВР-ку со Слардаром нельзя, это точно. И, кстати, как сказал про Агильные тапки, я тоже вспомнил и прослезился. Агильные тапки или тапки Спайдермена? Тапки Спайдермена это красные такие тапочки, которые здесь тоже есть. Они тут называются Слипрессов Агилити. Там в первой доте, я не помню, точно так же назывались, я не помню. Там был за этот айтем. Там тапки, да. Вот за этот айтем, который Бэндов Элвинскин, он был именно такой тоже тапок, только это был именно тапок, не тужий на носок, как вот этот красный. Как их называли тапки Спайдермена в первой доте. Это еще не только в первой доте, в третьем Аркрате так называли в основном. Ну ладно, Слардар приобретает. Да, немножко отвлеклись. Драки появляются у Гардера и мне кажется, с Седеком нужно искать место для драки. Например, в миде есть Куку, но на Куку тут никто не выйдет. На топе есть вышка, вот можно вышку на топе забрать и на боте. Вот на вот эти вот строения нужно сейчас акцентировать свое внимание Седеком, куда-то выйти и Минески там наверняка захотят провернуть бой. То есть они вряд ли будут отдавать вышку про так. Конечно, будет зависеть многое от позиции тех или иных игроков, но давать вышки на возгляд Минески не следует. Так, прям на халяву. Юзается Смоук, у Винтер Виверны есть ультимейт и ребята бегут пока что на Рошана. Так слушай, там же Аганим и Слардар. Мне становится страшно. Реально сейчас легчайший Рошан в жизни команды Минески. Вот они его забирают. Сидек просто не любят, потому что... Сидел шел. Погоди, туда уже полетел Сидел и летит ультаппарат. Нужно отступать сейчас в Минески. Да. А я думаю, что они прочитают, потому что Мув довольно-таки дерзкий с их стороны. И сейчас они возвращаются туда, так как не будет там уже ультаппарат и можно побыстрее пытаться его забрать, пока команда Сидек собирается. Гардер там попытался что-либо закинуть трек или что-либо еще. Еще очередные шарды. На Страже стоит Райор. Драгон Найт уже вошел Драгон Форму. Худал летит так же. Найт Сталкер под него попадает и погибает. Остаются ребята с Аегисом четвером. Шики получает Винтер Стерт. Получает и ему даже сверху, а там не слэша. Худ также подставляет Шикл Шота, хоть и не было. Гирокоптер занят с Лордаром. Тут этот тимот бежит на спринте. Верх уже идет его защемлять. Ну и ТП Алтон успевает сделать буквально за считанные не знаю, доли секунды до того, как Стан дает Райор. Но что тут сказать? Плохо? Собирались да, очень плохо. Собирались в Толи драться, до конца не собрались, еще и погибли. Вот что я могу сказать, как это выглядит со стороны, по крайней мере. Хорошо, Минески запрали Рошана и подрались тоже великолепно. Они прекрасно поняли, что ультаппарата залетит и отстрейкались от него своевременно. 11-го левела Герокоптер готовится приобретать Сен-Джин-Дьяшу. Баунти-Хантер пока что 7-го. Ну, наверное, Мекку будет здесь сделать. Нету ульта Вентер-Виверна, но попался Гардер. Да, он заберут. В это время фармить Найт Сталкер. Не хочу, конечно, накалять ситуацию. У него тоже мало, но все равно он должен что-то свое выформить. Хотя бы какие-то айтемы для такого саппорта, как он, он должен получить. А то как-то это даже выглядит печально. Очередная попытка от Верки сделать фраг на Герокоптере. Не хочу накалять ситуацию, но, по-моему, у Седек все достаточно печально сейчас. Потому что, если в подобном темпе начнут играть Минески, то у них, в общем-то, и Лейт лучше. Смотри, как уворачивается грамотно от ульта Оперейшна Райор. отступает. Так. Крипов здесь полгода. Краш. Побежал, побежал, побежал. Стики есть. Стики. Хорошо. Блинкдайгер. Ну, была бы ракетка, она хоть как-то помогла сейчас. Райор ушел от троих игроков. Только что. Все-таки Сенчин Дьяша от Джаггерна. Сенчин Дьяша. Блинкдайгер у Виндрейнджер. Что у нас на графиках? На графиках команда Минески вполне ощутима лидирует. Посмотри, 7000 там и по XP тоже какие-то есть преимущества. Немного так там имеется, но все равно уже что там. Угу. Появляется гем. Ну, Сидек в такой ситуации в любом случае принесет пользу, вычистит хотя бы их территорию от каких-то лишних софтвордов и сэнтри, которые там понаставили от Баунтихантера, что даст хоть какой-то ему фриспейс для того, чтобы бегать и скаутить. Но сейчас я вижу, что предпринимают какие-либо действия с Деком. Многие собираются нападать. Хотя бы забрать Тир-1, он на топе не представляет особой проблемы для них. Свиндрейнджер в Инвизии и она с Аегисом. Честно говоря, как-то стрёмно, мне кажется, должно быть сейчас с Идеком. Гардер, спалится или нет? Он, на самом деле, хороший вишен сейчас. Спалил Смоук. Есть ли Детекшн? Детекшна нету. Ребята поняли, что кто-то заревелил Смоук. Это должен быть Баунтихантер. Его заметили. Поражал Детекшн Джесси. Напали на Гардера. Гардер, в итоге погибает. Все временем на топе разворачивается драка. Отлично. Выходит отсюда гирокоптер. И... Или гирокоптер там вообще не совсем понял. Он там... Входи, его там, кажется, вообще не было. Он просто был на боте. Не-не, агрессив был на боте все это время и на топе непонятно, чем с Идек занимались. Когда уже оттуда начали уходить, когда они... Вот что-то они немного встряли. С одной стороны, Верк могла там как раз с процессом. Поход с Fire in the Middle он заберет здесь Тер-2 вместе с Куку. Шансов никаких у него нет. Плюс еще, я считаю, выиграна за ними драка, поэтому это вполне себе хорошее завершение всего этого момента, всей ситуации. И ребята по деньгам неплохо так врывают вперед вновь и уже преодолевают отметку 7,5. Прессив умрет на боте, кулдаун на его на телепорте, он получает ульт в интервиверной, его сейчас просто-напросто хардлейнер с саппортом заберут. Очень плохо. Очень плохо сейчас делают Сидеки. Игис закончится у Виндрейнера в течение 30 секунд и полностью зарегенится Рейджинг Потейто. Джиггернаут отобрал гем у Тускара. И чтобы сейчас Сидеки не делали, все очень не получается. Ну, так прозвучало. В общем, получается у них в какой-либо позиции себя проявить, в какой-либо ситуации показать, что они могут как подраться хорошо что ли. Ну, я не знаю, проблема ли это пика Дрэгон Найта в миде, или проблема того, что ребята на лейнинге не смогли отстоять должным образом, потому что Баунти Хантер, в общем-то, он пытался и на топе помогать, и на боте помогать, в миде он вообще не приходил, ну и в итоге нигде у этого Баунти Хантера особо-то ничего не получилось сделать. На боте, да, помогли сделать Ферсблат на Винтера Виверне, но Джиггернаута, ну как бы, нужно же Баунти Хантерам не только делать какие-то помогать выйти, да, там, например, как-то накоцать или там убить вражеского героя, а сколько еще на дистанции помогать своим персонажам зонить соперника, то есть, чтобы этот Джиггернаут не фармил, например, накоцать его, заставить его там прожать весь реген, и чтобы Тускар там спокойно фармил, а он бы не фармил, вот это было бы да, а по итогу он просто пришел, убил Винтер Виверну, ну, типа, окей, Джиггернаута все равно, Джиггернаут в ответ убивает Тускара, потом еще раз убивает Тускара, потом еще раз убивает Баунти Хантера, и продолжает очень-очень много фармить, тем временем Седеки пытаются хоть что-то изменить, отличный прокат летит в Куну, а, да, у Куку есть он не слэш, правда, он все равно здесь не должен выживать, да, убивают его, у Рейджинга нету сейчас, а Егисы его тут тоже убьют, в общем, растянутая драка, здесь уже местки нечего делать, вот что-то вот с Седеки, слушай, за два фрага они отыгрывают все 4000 золота, минус 800 у Минески и плюс 3000 у Седек, отлично, и XP еще получили очень много, неудивительно, на месте, вообще неудивительно, сейчас еще вышку заберут, это еще плюс Казарик, так что, вот таких ошибок Минески вообще не стоило делать, особенно двух своих, вот действительно, топ-героев отдавать, на творчество они реально намного имеют больше, нежели чем игроки команды Седек, а теперь возвращаются прежние русла и графики устремляются к нулю, но все еще далековато им до этой отметки, тем не менее, время сейчас довольно у нас интересное, я имею в виду время матча, это пару минут остается до появления Рошана, сейчас основное время закончится, кто знает, сколько там будет еще бонус тайма, вдруг прокнет вообще совсем чуть-чуть, остается сейчас вот дефицит того, что не спушили, сейчас вполне себе могут Седек пыренько отвоевать, и на бот вот-вот приходит, где тир-один стоит, тут уже вот тут сейчас просто-напросто убьют, у него есть блин, он должен ощущать то, что его забрать, но Седек не стали убивать в арку, они решили как-то Джулза подрезать, который там девардил, появляется у баунти-хантера, так, и запланирована атака на бот, ну, надо, наверное, Минески сейчас чуть-чуть повременить с дракой, у них должен появляться аганим на Найт Сталкере только золото, да, они очень скоро, ну что, похоже будут дефать, 7 секунд до умни слэша, ульт в интервиверно заряжен, ульт Найт Сталкера через пи... ночь на дворе, ночь до 26-ой минуты, если, или, погоди, я уже не помню, до какой минуты ночь, но это так не особо важно, убивают Гардера, или нет, просто дали в него весь прокаст, аккуратненько стараются, слушай, они его, они просто побоялись, Сидеке, уже на своей базе, боялись они забирать баунти хантер, думали, что если они сейчас все войдут на этого БХ, то попадут под ульт аппарата, кулдаун, и нормально вайпнуться, но, как же вот стараются команды не подставиться, и не помнили, это несколько раньше, кто знает, как было бы там у нас на предыдущих картах, на 24-ой минуте все-таки ночь кончается, я немножечко по таймингу ошибся, да, и здесь, кстати, очень опасно было драться, Минески, потому что ночь кончилась, и ульта у Баланара была в клауне, она бы там скоро появилась бы снова, но это могло привести к неприятным последствиям, а что мы имеем в сухом остатке, в сухом остатке мы имеем то, что Рошан еще не заспавнился, Сидеки на своей базе, Минески на своей базе, претепт Блэк Кинг Бара у Гирокоптера, БКБ у него до Рошана не появится, у Дрэгон Найта Блинг Даггер 2400 золота, не знаю, Шики может тут пытаться в Керасу выйти сразу же, в какую-нибудь, или опять-таки Блэк Кинг Бар может приобрести, ему Блэк Кинг Бар тоже нужен, ХЗ с Гост Септером, Ку с Форс Ставфом, ну и Баунти Хантер с Меккой, в общем-то, какие-то артефакты у Сидеки появились, что касается ВР-очки, у нее Блинг и Кристалис, очень хороший дэмэдж, Джаггернаут купил себе Ультимейт Орб, это будет Кадди, здесь у нас в Лордаре есть Форс Ставф, на Баланаре еще нету Аганима, или вот он летит, погоди, нет, это не Аганим летит, я уж подумал, что Джесси уже обзавелся Аганимом, но ему там тысячи золота не хватало, он такое короткое время ее, конечно же, нафармить не смог, ну и днем бегут Минески защищать Рошана следующего, это не самая, может быть, удачная идея, есть, конечно, ульту Найт Сталкера, но если драка будет очень затяжная, то иметь байбеки от Сидеки, смотри, на горочке стоят Сидеки, так, Найт Сталкер первый, юзает ульту, нашли ХЗ, входят в Дрэкон Найт, его пытаются за фокус-файр убить, отличный ульт от Винтера Виверны в Геракоптера, у Дрэкон Найта есть байбек, агрессив здесь, под Блэкин Баром, чтобы он сможет его где-то нахабарить, еле-еле выживает агрессив, его форстафят, ляг шарды, запирают здесь Ку-Ку, байбек от Винд Рейнджер, Ку-Ку, Ку в итоге отправляется в таверну, Слардар дает краж, пытается убить Ку-Ку, не умирает, Слардар уходит на блинке, у байбек был от Винд Рейнджер, собственно, Седеки байбек не прожали, не все так уж плохо, могло закончиться вообще очень печально все для Седеков, элементарно потому, что Дрэкон Найт в драке ничего не успел сделать, и на Рошана выходит сейчас, мы же повесили, и за фокус-файр пытаются его забрать, и сюда уже подходит Седеки, есть ульту Апорейшна, Секил палит контору, ульту Апорейшна, какой залетает, тоже сразу умирать здесь Джесси, да, его сейвит, про Виверна, но вот это аппарата особо не подсейвишь, когда у тебя мало ХП, умирает еще Верка, Верка здесь одна в Рошпите, есть у него блин, надо отбинкиваться. Вариант врываться или нет, но, да, стоит надеяться, что Верка сама себя спасет. Ну, на самом деле, Верка сама себя спасти там не могла, просто потому, что в момент респауна после Аегиса, Аегис подрубил, о, Аегис Агрессив, прошу прощения, подрубил Рокет Бараш, и отблингнесса оттуда был нереально, поэтому тут ребята из Минески сыграли очень грамотно, Рейджинг Потейто развернулся в нужную сторону, его зафорстафил Слордар, не форстаф на Слордаре, тут бы еще и Верка погибала. Ну, ладно, в итоге не все так плохо для Минески, потому что, по сути, Рошана забрали именно они, золото Икс получили именно они, и погиб у них там только Баланар, хотя могла еще Верка погибнуть, могла Винтера Виверна умереть. Сейчас появляются ультимейты у Минески, и у Джаггернаута у Минеслэш через 15 секунд. Хочется, конечно, получить 16 уровень, чтобы у Минеслэш был третьего левела, но, скорее всего, деки к тому моменту поломают уже Т2. И даже дефать не собираются, похоже, у Минески. Ну, хотя я вижу, что Слордар заблинковался, и как минимум, видим, что чуть с дек немножечко сдали, хотя свеженький, прям очень свеженькая драгонформа, я думал, что они будут идти до конца, но пока как-то вот не хотят. У граунда дефать там не очень сложно, и Вижена не так много там имеют у себя ребятки с командой Минески. У них там нет Вижена в лесу вообще, и они не видят точной позиции игроков Сидек, поэтому, если они не видят позиции, как они иначе будут инициировать? Сейчас Баланар занимает определенную там позицию, но я вижу, что уже команда Сидек явно не собирается за эту вышку бороться и дисковать, учитывая, что изначально они, конечно, хотели забрать Аигаса уже вместе с ним как-то действовать. Понимаю, что сейчас соперник, в принципе, намного слабее их. Они, я считаю, принимают грамотное решение отойти здесь и засеймить за собой эти деньги, которые имеют, в принципе, потому что появление новых айтемов сейчас вполне ожидаемо. Там хотя бы Драгон Найт, а должен появиться БКБ, который он фармит уже давненько, так фармит. Ну, 900 золота появится у Драгон Найт еще, и будет Блэк Кинг Барда. С ним, конечно, будет чуть попроще воевать с Драгон. К тому времени у Найт Сталкеров появится, а Ганим это очень неприятно, потому что в макроигре таким образом Минески Стамп намного сильнее. Гардер бежит вардить. Да, это сейчас очень важный вард сейчас в этой ситуации, потому что Леня довольно активная, еще на ней вышка находится. В принципе, и здесь замесы частенько могут строить Си Дек. Явно ставит варды на то, чтобы нападать на соперника, чтобы знать, куда нападать. Поэтому, теперь мы понимаем, что вот этот Мув Гадара, значит, ребятки, что-то будут делать. Соответственно, вард там этот не просто так. Будем ждать. Очень хочется посмотреть. Вард просто очень хитрый, скажем так, да, его не ожидают вполне вероятно Минески на том месте, но, знаешь, этот вард вполне вероятно, что скоро будет убран, потому что по Ланара появляется Аганим, и ему нужно приобрести гем для того, чтобы задевардить весь вижн, который Сидек имеют на карте. Это опять-таки очень из таких приятных преимуществ из-за Баланара, что ты обеспечиваешь полностью свою команду виженом, а соперник вижена никакого на карте не имеет. Потому что ты можешь легко его раздевардить, ну и к тому же, когда ты прожимаешь ульту, то радиус обзора там выше, квардов, героев, он очень серьезно сокращается. Ничего не видно. Кто там у нас Тускар купил? Тускар купил Блинк Даггер, есть Гост Септер, у Оперейшена начинает оформляться Аганим, ну дальше тут, наверное, есть смысл докупить Солар Крест на БХ и... Так, погоди, джоу. Дает вижн гардер. По детекшену. Детекшена, кстати, нету. Да, и видим, как под угрозой Винтер и Верна, Жекл Шот, ХЗ, Джул все еще выжимает, БКБшка выжимает, Агрессия выжимает все, абсолютно все Винтер Верну. Винтер Скюрс успели дать на Гардера, но это не особо решается, но Винтер Верна все равно погибает. И Паул делает кукул, он уходит. Слардара Форстаффит, он уходит. Далее, будет ли кого-то цеплять, и Шики тоже тут уже в бою, и Драгон Тейл, и все остальное обрушилось на голову Найт Сталкеру, а также еще и Райру достается. Это опять же конвейер, немножко в других, скажем так, немножко по-другому он выглядел, но результат все равно мы видим с вами. Три героя команды Минески погибают один за другим, и команда СДК во всем своим полном составе теперь принимаются за Хайграунд соперником. Барребеков нету, ульта Винтер Виверны нету, и складывается такое ощущение, как будто Минески сейчас могут отдать линию. Правда, форма кончится. И Верка может поспамить немножко пауэршотами, Джиггернаут да получил свой 16-й левел. Спустил я, если честно, вот этот вот момент, когда команда СДК получила инициативу на карте. Так, шеклшот, амплифай, умни слэш, боже, этот шар от ХЗ, он просто сейчас спал свою команду от этого умни слэша, и от невероятного дэмэджа, который мог нанести здесь Ку-Ку, вот теперь это точно минус линия, потому что без Верки это дефать не получится. Ну ладно, забили таверок и стараются отступить сейчас СДК, так и происходит. На контратаке стоит еще и соперника принять, если такая возможность будет. Поэтому на месте СДК я бы не отступал в глухую, в слепую, уходил бы впрочем с соперника. Они и тут бы могли ошибиться, но решили опять сделать и сыграть более с его ве. СДК, понимаю, все прекрасно оцениваю. Хотя я рад тому, что мы с вами увидели превосходный камбэк команды СДК на этой карте, ибо в какой-то момент преимущество было аж за 10 тысяч у команды Минески. И путем некоторых манипуляций, пусть стоит долго, в течение аж 15 минут, ребята это преимущество, отыгрывали. И вполне себе отыграли его. Да, я смотрю сейчас на графике и, честно говоря, диву даюсь. Я что-то пропустил этот момент, когда такое вот произошло. Что там с экспой? Экспой примерно то же самое. Ну вот, Драгонайт начинает делать... Начинает делать кирасу. У СДКБ-шку начинает делать кирасу, Скади появляется у Джаггернаута. Но, честно говоря, Джаггернаут сейчас не смотрится таким опасным, которым он казался на первых минутах этой карты в мидгейме, когда его Омнислэш мог покончить абсолютно со всеми. Там кто-то попадался один. Ну, здесь, конечно, он и так за Омнислэш может убить, но у Тускара есть, в крайней мере, гостцептор. Тускара уже показал, что от Омнислэша можно спасать шаром. Когда есть Блинкдайгер на Тускаре, ты можешь практически в любой ситуации прыгнуть к своему тиммейту, закастовать шар и спасти его таким образом. Сходи у Геррокоптера. Смог прожимают Сидеки. Следующий Рошан появится либо через одну, либо через 4 минуты в зависимости от того, насколько там рандомный таймер вот этот вот прокнет. Похоже, тут Сидеки никого найти не смогут. И Минески как-то вжались. Вжались к своему хайграунду, боятся всего. У них вроде-то пик-то не особо хуже. Сейчас в Пайте за счет Винтер Виверны, с Вардара, хорошей инициацией. Имению они не будут дефать эту вышку. Да и ее дефать, в общем-то, неудобно. Сюда на хайграунд подниматься по лестнице, там можно получить по шамке. Мы ее решили отдавать. Все-таки будут дожидаться распауна следующего Рошана. Да, скорее всего, потому что без Аеги сейчас все равно заходить бессмысленно у пиратов хайграунд друг на друга смотреть. Либо ситуация какая-то подвернется. А эта ситуация называется Аминески пойдут и сами отдадутся. Вот может быть так отчасти. Но, по крайней мере, Рейджинг Патэ это великолепно. Сыграл сейчас, привязал. Форстафнули шейки, он взял БКБшку. Это значит, что как минимум драку будут принимать в деке. Великолепно ульта на УКУ. Мы видим, Блэй Пюри сделал ТФА. ТФА также пытался сделать и Винтер Виверна. Ушел он тоже. Но, мы знаем, что в Эрке возможности байбека нет. Вряд ли, этого знает Сидеки, но как минимум идут с целью либо спорсить байбек, либо спушить бараки. Оба варианта для них вполне себе хороши. Конечно же, наказывать за такую оплошность надо обязательно. Если соперник допускает ошибку, нужно либо заставить его выкупаться, либо поломать ему линию, либо может еще кого-то забрать. Винтер Виверна засейвить как-то, но сейчас еще есть Винтер Виверна здесь разберутся. По-моему, Минески просто не смогли сдержать то преимущество, которое у них было в руках. Не знаю, с чем это связано, с великолепной игрой Сидеков или с мандражом каким-то от Минески, потому что они были так близки к этой победе. Они, конечно, еще не проиграли, но когда ты теряешь две линии на 36-й минуте, это говорит о многом. И линии упадут, и никто этому не помешает. Минус две линии 100%, пушили бы третью, не будь там Тир-2 Тавр, и даже третью не стали добивать, решили уйти. И вновь без риска играют с Деки. И все это еще и было без Аегиса, кстати, да? Я тогда уже сказал, что, ну, первые начали это драки Минески, и тут деваться Сидекам было некуда, либо они теряют Драгонайт, что нехорошо было бы сейчас, особенно в период, когда Рошан появлялся. Они приходят к Рошану и свободно уже его забирают. Интересно, будет ли вмешиваться команда Минески, пусть они сейчас уже все появились. Вот он вариант, будут ли идти туда. Преимущество по деньгам, оно вообще велико. Уже переформили, даже то, преимущество, которое было когда-то у команды Минески уже несколько больше имеют Сидек. Появляется Рошан, Рошан это третий, там и Сыр и Аегис, ну, в общем, тут Виндрейнджер пока не дофармит свой Блэк Кинг Бар, делать особо рейджингу в драке нечего, потому что его всегда состанет, всегда в него попадет ультапарад, хотя мы Верну поймали, которая отдельно от своей команды бегала, и сейчас за 45-секундное отсутствие Винтер Виверны ребята из Сидек спокойно Карошана заберут, никто им в этом не помешает. Не, конечно, у него был Вард, но чтобы он вот здесь оказался один, я прям даже не знаю, что сказать на это. Стараются пока что сплитпушить Минески, понимая, что на Рошане они совершенно ничего не сделают, хоть и долгие его Сидеки рубят, решают кому-то мандать Аегис, сыр, в общем-то, выкладывает у нас Агрессив, онает его Шики и герокоптеру в итоге достается Аегис. После Скади решил Агрессив приобретать у нас Игл Сонг, ну, ВР-очки очень часто МКБ делают, для там Ганима какого-то, Кристаллиса, но здесь у нас видно то, что ВР-ка будет БКБ покупать, потому что без БКБ она в драке вообще себя никак проявить не может. Иначе она просто не выходит из Дизейбла. Баунти Хантер догрейзил себе Гривзы, купил себе Солар Крест, ну вот дальше можно уже артефакты поддержки собирать. Есть ли у нас Владмирс на команду у Сидек? Владмирса нет. Вот, можно его купить, можно купить Лотус, что Тускару, что Баунти Хантеру, что, кстати говоря, и Опарейшн. Хотя Опарейшн у нас старается всегда стоять чуть-чуть подальше, чтобы АОЕ ультимейта было больше. А, но, тем не менее, полезным артефактом Лотус Орб точно будет. Там и Сайланс и диспелить, и Фокус Фаер назад можно вроде как свернуть, но хотя я, правда, ни разу не видел, как он возвращается. Я видел, как работает Лотус Орб на скиллы Братрума, и это весьма своеобразно. Скажем так. Вот, не знаю, как он с Веркой будет работать. Но механика у него очень интересная. Надо бы в таких лабораторных условиях потестить. Как там различные скиллы будут на Лотус Орб действовать. Шоколлшот-то понятно отражается. Вот Фокус Фаер отражается Леонту, получишь ли ты там дополнительную скорость атаки по этой Верке. Фактически должен. Да, тут даже какая-то Верки можно приобретать. Ну, короче, Лотус Орб против Винтера Виверны это один из лучших, наверное, артефактов. Потихонечку осаждаю от Сидеки вражеский хэрграунд. На боте линия пушится сильно и рейнджовый барак там рано или поздно упадет, если Минески не будут его дефать. А дефать им придется, в общем-то, другую линию сейчас. Пошел ульт Баланара, ракетка ракетка убирает Минески. Медленно, но очень уверенно Сидеки ломают Т3. Да, да там Аегисы врываться как на гирокоптер бесполезно. А тот импак, который они могут выдать на расстояние, фактически для него неощутимо. Я бы продолжал на его месте и все. КБшка появляется у ВРки и вот сейчас это, мне кажется, последний шанс для команды Минески хоть что-то сделать. Пошел кулдаун. Пута здесь, кажется, погибает. Хороший форстат туда походит. ДК, отличная ульта от Винтервиверна. Шиклшот просто бесподобный. И туда врывает еще Клардар, но это пока что даже не минус Аегис, потому что своим шаром ХЗ спасает Агрессива. Агрессив покрубает Блэкин Бар, летит, он не слэш. Агрессив живет, КЗ живет. Нет, все-таки он спасила на то, чтобы отправить гирокоптера на распаун после Аегиса. Кукуй здесь тоже погибнет. На нем мультиаппарата аканимный, байбеков нету у команды Минески. Хотя нет, погоди, выкупается Гернаут, может выкупится еще и Клардар. Так и происходит. Шикки получает там Блэпай, Воид, тычку с Баша. Он не слэш и нету. Не хватит этого, к сожалению. Да, не хватит. Хотя, может быть, сейчас просто добьют Ленио и уйдут Сидеки, не просто там как бы завершат тем, что убьют всю команду Минески. Хотя попытаться задефить еще есть возможность, но все-таки мы видим, что просто даже вот кулдаун опять идет и видим, как укуп погибает. Даже не стоило туда вообще было лезть. К сожалению, это джи-джи от команды Минески и победа команды Сидек. Для кого-то к сожалению, а для кого-то к счастью. Но команду Сидек мы поздравляем с заслуженной победой в рамках этого Бео-3 матча и надеемся, что они будут играть так же уверенно и в будущем. Ну а Минески не стоит расстраиваться. Для них это первый турнир подобного масштаба и опыт, который они здесь приобретают, для них вообще бесценный. Неплохо себя проявили, на мой взгляд, Минески. Могли... Ну, я думаю, что комьюнити от них ожидало меньшего, нежели чем столь качественная игра против...